Всем привет! С вами канал Енотик Продакшн. Наша планета скрывает множество всего неизвестного и загадочного. Есть некие вещи, которые простому человеку и даже ученому не приходилось видеть. Сейчас мы хотим вам представить 12 самых невероятных и загадочных феноменальных явлений, снятых людьми со всего мира на камеру. Ну что же, начинаем. Вы когда-нибудь видели в своей жизни такое странное мистическое явление? В сельской местности Аргентины произошло одновременное горе и чудо. На одном поле образовался огонь, который нанес сокрушительный удар полям. Выгорело буквально все, кроме мемориала погибшей девочки. Огонь будто по божьему велению обошел памятник. Бригады пожарников всеми силами пытались справиться со стихией. Но огонь оказался слишком большим. Поля стали черными, остался светлым только лишь один участок вокруг мемориала, который посвящен 13-летней девочке, погибшей в страшном ДТП. Инцидент произошел близ города Армстронг, Аргентина. Вокруг памятника все осталось целым в диаметре 2 метра, будто какая-то сила оградила объект. Журналисты сумели выяснить, что мемориал возвел отец погибшей девочки по имени Хьюго. СМИ удалось отыскать мужчину. Аргентинец верит, что за сохранность памятника с ангелом побеспокоился сам бог. В интернете появилось очень странное видео. Атара овец просто застыла на холме, вроде бы ее кто-нибудь загипнотизировал. Местный житель города Трубекки, Англия, Рори Дэвис снял весьма интересную сцену, за которой он увидел во время отдыха вместе со своими родными. Когда парень вышел на улицу, то увидел в горах Атару овец, которые стояли на одном месте и не двигались. Рори очень испугался увиденного и от шока начал смеяться. Но еще ужаснее было то, что овцы оставались стоять неподвижно даже спустя несколько часов. Создавалось впечатление, что их кто-то загипнотизировал. Рори рассказал о том, что он живет в сельской местности, но ничего похожего раньше никогда не видел. Большинство пользователей после просмотра видео предположили, что они могли замереть после сильного дождя, в результате которого они не только полностью промокли, но еще и сильно замерзли. В таком случае животные стоят неподвижно и ждут, пока полностью высохнет их шерсть. Это видео заставит вас почувствовать жуткий страх. Весьма странное создание взбирается по скалам водопада Детифос. Разглядеть, что это за создание невозможно. Нет ни одних общих черт с известными животными. Тварь не выглядит большой, но при этом смотрится жутко. Изначально закрадывается в голову мысль, что кто-то переоделся и решил пошутить, однако это невозможно. Детифос – это самый мощный в Европе водопад Исландии. Вода представляет собой мощный поток, который вмиг заберет человека на тот свет. Следовательно, лезть наверх водопада – это самоубийство. Если обратиться к убеждениям местных людей, то в какой-то точке водопада находится крепость эльфов. Сам водопад имеет дурную славу, некоторые его обходят десятой дорогой. Легенды не появляются на пустом месте. Возможно, в области проживают какие-то мелкие твари, и сейчас они вылезают со своих укрытий. Истина вряд ли раскроется, поэтому нам остается только гадать. Вы когда-нибудь видели в своей жизни такую странную радугу? Редкое атмосферное явление наблюдали жители Филиппин. Жителю городка Сан-Пабло посчастливилось запечатлеть на видео уникальное природное явление, называемое облако Пилиуса. Облако Пилиуса возникает в атмосфере, когда капельки влаги, имеющие одинаковый размер, сближаются вплотную и их освещает солнечный свет. Облака необычной формы формируются в воздухе, когда его температура резко меняется, и прохладные воздушные потоки оказываются ниже теплых. Этого страшного привидения, которого вы видите на экране, запечатлела на камеру наблюдения пресс-служба Русского драматического театра «Мастеровые». На опубликованном видео непонятное полупрозрачное образование зависает над столом и перемещается из стороны в сторону. К сожалению, короткая длительность видеоролика не дает нам возможность выяснить, что произошло в дальнейшем. Некоторые исследователи считают, что подобные явления далеко не редкость. В мире зафиксировано множество случаев, когда в пустующем здании театра или картинной галереи камеры видеонаблюдения фиксируют различную паранормальную активность. Вполне возможно, что из-за коронавирусной эпидемии и продолжительного отсутствия людей, театр «Мастеровые» стал пристанищем для потусторонних сущностей. А какая ваша мысль по этому поводу? И действительно ли был это настоящий призрак? Можете ли вы себе такое представить, что посреди ясного неба вдруг неожиданно молния ударяет прямо в дерево? Этот страшный инцидент запечатлел на свой видеорегистратор Джонатан Мур в городе Тампы, Флорида. Мужчина объяснил, что молния была неожиданной, особенно учитывая тот факт, что небо было солнечным, а ближайшая гроза в то время находилась в 8 милях от его дома. Метеорологи считают, что это гром среди ясного неба и описывается как разряды молний, которые летят на многие мили от настоящих грозовых облаков, но затем наклоняются вниз, прежде чем ударить в землю. Теперь нам понятно, что выражение гром среди ясного неба может быть и в прямом смысле. А сейчас вам хотим представить удивительного робота из Дубаи по имени Титан. Принц Бахрейна Сальман в качестве телохранителя во время посещения Дубая выбрал себе робота. В интернете сразу же появилось видео о том, как робот-телохранитель сопровождает принца. На кадрах можно увидеть, как за принцем передвигается робот, высотой 8 футов. На его плечах находится кусок ткани, который чем-то напоминает камуфляжную форму из подручных материалов. Дальше за роботом идут непосредственно сами посетители выставки, которые с радостью снимали на видео такое интересное и оригинальное зрелище. Было сообщено о том, что робота оборудовали специальной камерой, которая имеет обзор в 360 градусов. Кроме того, присутствует огнестрельное оружие. По своему внешнему виду робот напоминает человека. Главная функция робота, вес которого достигает 350 килограмм, это развлечение гостей, посещающих разнообразные выставки. Вы когда-нибудь видели советский фантастический фильм под названием «Киндзадзад», в котором говорится о чудесном летательном аппарате Гравицапа. Он может переместить человека за несколько секунд в любую точку вселенной. Так вот в Швейцарии местный житель заснял на камеру своего мобильного телефона НЛО, который всем своим видом напоминал Гравицапу. Сам же мужчина-швейцарец утверждает, что он никогда не смотрел этот фильм. Он узнал о нем только после того, как масса комментаторов на его YouTube-канале заговорили о каком-то старом фильме. Он решил его посмотреть и очень удивился тому, что и правда есть между этими объектом очень много сходства. Скептики считают, что это просто был какой-то воздушный шар. Другие и правда думают, что такой корабль действительно существует, и фильм был снят на реальных событиях. Жительница Англии Джульет Бёрд уверена, что на камеру видеонаблюдения появился кот-призрак. Этот невероятный случай произошел в графстве Секс, когда Джульет, посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, пришла в ужас. Честно говоря, меня эта видеозапись самого очень удивила. Возникшее существо выглядело каким-то бестелесным, и Джульет тут же решила, что за ее котом следует призрак его подруги, погибшей несколько недель назад. Других идей у женщины по этому поводу не нашлось. Пользователи сети отреагировали множеством различных комментариев. Кто-то сообщил, что это одновременно очень грустно и невероятно. Другие же посчитали, что возникший призрачный силуэт является следствием некачественной записи. А кто-то решил, что окрас второго животного делает его плохо заметным на видеозаписи. Если вы задаетесь вопросом, что это заплавающие вещества находятся в море. Так, это же огромный остров из плавучих камней, извергнутых подводным вулканом в Тихом океане, преодолел расстояние в тысячи километров и достиг австралийских берегов. При извержении подводных вулканов образуется самая обычная пемза, материал, отличающийся твердостью и удивительной легкостью. Когда извергнутая на поверхность материя застывает, и она начинает дрейфовать по поверхности океана. На сегодняшний день ученые озадачены проблемой исчезновения большого кораллового рифа. Глобальные климатические изменения привели к тому, что огромное количество кораллов в нем начали гибнуть, превращаясь в известковые куски. Мистическое событие произошло со школьным учителем из города Монтерей в штате Нуэвалион, Мексика. Во время урока на дистанционном обучении дети едва не потеряли дар речи. У него за спиной, на протяжении всего занятия копошилось криповое потустороннее нечто. Можно было бы подумать, что это умелый пранк, но все ребята из класса прекрасно знают, что мужчина живет один, а сам преподаватель был уверен, что разыгрывают его. Ученики заметили движение и начали писать учителю в чат об этом, а он поспешил их успокоить, заверив, что дом пустой, он только недавно в него переехал, и кроме него с собакой, сейчас внутри никого нет. Но собака во время урока лежала перед мужчиной. Сам учитель до последнего не верил детям. Уже после окончания занятия он просмотрел запись и написал детям, что если потусторонний гость появится еще хотя бы раз, он поменяет жилье. А вы что думаете по этому поводу? Была ли на самом деле это какая-то мистическая сущность? Своё мнение напишите в комментарии. Вы когда-нибудь видели такие разноцветные огни в небе? Наверное, как и я вы видите это явление впервые и спрашиваете себя о том, что это. Как говорят новостные порталы, это мистическое явление возникло над китайским городом Шэньчжэн. Местные жители посчитали, что это корабли представителей инопланетных цивилизаций. Скептики посчитали, что все это странное небесное шоу похоже на звездную карту. Конспирологи говорят о грядущем конце света или скрываемых связях правительства с пришельцами. Однако местные метеорологи быстро сбавили пыл любителей паранормального, сообщив, что жители города стали свидетелями редкого природного явления, называемого световыми столбами. Обычно оно свойственно тем местам, где климат более холодный, а любой свет, излучаемый солнцем, луной или фонарями, начинают отражаться от кристаллических частиц льда, находящихся в воздухе. На этом сегодня все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока.